Международному женскому дню был посвящен праздничный вечер для многодетных мам, организованный благотворительным фондом «Металлург». Это мероприятие стоялось в рамках программы «Дружная семья. Поддержка многодетных семей». Подробности далее. Многодетных семей на Магнитогорском экологическом комбинате в его дочерних обществах с каждым годом становится все больше. И это не случайно. На стимулирование рождаемости и поддержку таких мам и пап направлены многие социальные программы, среди которых «Дружная семья». Вот уже 10 лет фонд «Металлург» совместно со своими благотворителями реализует эту замечательную программу. Сегодня у нас на учете состоит 1014 многодетных семей, в которых растут 3 и более детей. Их у нас сегодня на учете более 3,5 тысяч ребятишек. Кристина Короткова – мама троих очаровательных детей. Всеволоду 6 лет, Мирославе 3 годика и самому младшему Ярославу всего год и 7 месяцев. Она рассказывает, что решиться на третьего ребенка было легко. По ее словам, когда в семье царит добрая атмосфера, а супруг является надежной опорой, то и воспитание малышей всегда в радость. Ну и разумеется, свою лепту вносит и фонд «Металлург». «Я настолько благодарна. Начнем с того, что ежемесячно нам переводят компенсацию за квартплату, кружки детей они у нас посещают. Потом в дни рождения детей дается сертификат на покупку, ну на подарок, скажем так. Потом дни матери, 8 марта, день семьи. Это всегда, вот я не знаю, какой-то праздник. Как-то они нас поздравляют, всегда по-разному». Походы в кино и цирк, мастер-классы, билеты в аквапарк. А совсем скоро семья Коротковых поедет бесплатно отдыхать в оздоровительный комплекс «Уральский зори». На своих подопечных в фонде не экономят. Только за два месяца этого года по программе поддержки многодетных семей было выделено почти 5 миллионов рублей. За прошлый год эта сумма составила почти 35 миллионов. Примечательно, что о социальной политике, которую ведет фонд, известна не только в Магнитогорске, но и далеко за пределами области и региона. «Дружная семья» входит в комплексную программу «21 век детям Южного Урала», которую мы реализуем совместно с Челябинским отделением Российского детского фонда. И в 2014 году она была удостоена знака «Лучшие дети». В этот вечер для собравшихся со сцены звучали слова поздравлений, а также перед ними выступали творческие коллективы Дворца культуры металлургов имени Сергу Арджейнкидзе. Станислав Юдин, Павел Берсенев, Вячеслав Гусев. Телекомпания ТВИ.